Друзья, следующий выпуск не пропустите в 8.00, а мы сейчас от спорта переходим к искусству и говорим о прекрасном. Доброе утро! Доброе утро! Как и анонсировали, у нас в гостях Эдуард Кулиш, заслуженный художник Крыма, известный художник. Смотрели сюжет, выставка сейчас вот прекрасная, хотелось бы об этом с вами поговорить. Эдуард, как вообще появилась такая идея? Вы все настолько самодостаточные, у вас плотный график, у каждого отдельно какие-то свои работы, но вы вот решили создать что-то такое общее. Зачем? Ну, смотрите, в Симферополе существует уже многие десятилетия Крымский художественный фонд. То есть это такой комплекс мастерских, довольно большой, специализированный. В советское время там производили произведения искусства, можно сказать, что это было производство. Естественно, со временем мы произошли трансформации, сменилось поколение. И сейчас, во-первых, там уже рождается произведение искусства. То есть там сузился круг художников, но я думаю, что качественно, может быть, даже получилось более интересно. Вы прям отсеиваете, да? Нет, 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 это как бы жизнь от себя, потому что, нет, потому что, как бы, свои, да, получается, нету производства, нету, как бы, да, уже время другое, да, художники работают более свободно. Вот, в то же время, ну, специфика есть, потому что это и профессия, и вообще во все времена, да, художник, это, как бы, он всегда был не особо вхож в социум, да, это всегда, как бы, такая сфера искусства, да, искусство, сфера деятельности особая. Закрытый такой. Ну, да, 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 так и есть. Но вы же творите, конечно же, для себя это то, о чем говорит ваша душа, но и для людей, для зрителя. Безусловно. Как отклик находят? Смотрите, и поэтому мы решили придумать такую форму, когда не художники идут к зрителю, выставочные залы, да, вот, к сожалению, у нас тоже недостаточно площадок для показа изобразительного искусства. Вот, мы решили такую другую, придумали форму, чтобы привлечь зрителя к нам. Вот, это всегда интересно, я знаю, когда приходят ко мне в мастерскую, да, вот, всегда очень интересно, а как, что, какие-то предметы, которые используются, да, в работах, на тюрмортах, там, да, какие-то композициях. Вообще, как бы, кухня художника, это всегда интересно зрителю, да, вот, конечно, может, неохотно, но мы решили сделать такой ход, да, мы придумали, сделали выставочный зал непосредственно в этих помещениях, вот, и проводим тематические, именно тематические выставки, не часто, но очень емко, очень... Я понимаю, у вас свой круг, и получается, человек, который приходит смотреть работы, он даже, в своем роде, конкретно идет на вас, он знает, чьи работы там можно посмотреть, правильно же? Тематические выставки, вот, как они готовятся? Сейчас выставка, это такая некая, там, компиляция, смотрю, там, и картины, куклы, фотографии, много чего. В ближайшее время, как долго вот она будет, эта выставка идти? Как обновляется она часто? Нет, смотрите, во-первых, это выставка тоже, у нас это интересно, что это идет параллельно, две параллельные выставки одновременно, то есть, одна в Доме художника, в Симферополе, да, в выставочном зале, вторая, да, проходит у нас в помещении Крымского художественного фонда. Вот, и поэтому это всегда интересно, может, зритель прийти туда, потом в тот же день, или же, ну, в основном, на выходные более свободные, более открытые, можно сказать, такой, открытые двери и мастерских, и зала, да, и, то есть, он может себе как более подробно посмотреть, познакомиться с художником, с кухней, да, из чего это рождается, вот, то есть, вот такая форма. Да, людям всегда интересно смотреть, как, что создается, творится, мы понимаем, что и телевизионную кухню мы вот даже сегодня приоткрываем, а может быть, тогда какой-то интерактив? Придумайте, может быть, какая-то картина будет создана совместно с художником и с каким-то желающим, как вы думаете, такое возможно в перспективе? Я не знаю, я не знаю, насколько это возможно, сколько, то есть, естественно, как мы живем, мы современные художники, да, мы, естественно, откликаемся на различный, как бы, современный мир, он диктует и свои какие-то новые техники, технологии, поэтому не исключено. Как вы продумываете тематики выставок, чтобы это было интересно? Как чувствуете время, что сегодня актуально? Нет, вы знаете, самое интересное, главное, чтобы было тебе интересно. Если тебе интересно, ты погружайся в эту тему, да, откликаешься, горишь этим. Чем вы сегодня горите? Ну, несколько пожаров у меня, потому что я, как бы, работаю в нескольких областях, я и преподаю, и занимаюсь живописью, и графикой, и участвую в театральных постановках, поэтому у меня, как бы, несколько точек. Вы прям, как режиссер, человек, оркестр, многогранный, творческий, но вот в живописи, коль о выставке говорим, что вас сегодня интересует как художника, о чем вы пишете, о чем вы рассказываете? Ну, смотрите, я пишу, значит, я занимаюсь, конечно же, и традиционным видом искусства, вот, мы прошли, как бы, академическую школу, да, мы участвуем в пленэрах, и путешествуем по Крыму, и по разным, как бы, странам, городам, да, вот, но есть область, которая, несколько тем, которые, я думаю, любого художника, они всегда, как бы, и в период, определенный жизненный период, и определенный какой-то творческий, ты к ним возвращаешься и ведешь. То есть для меня это, естественно, тема музыки, вот, зачастую это тема джаза. Да, у вас много работ, да, 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 это моя из любимых тем, потому что это я увлечу, и вот недавно последняя выставка персональная, уже 30-я так получилось, у меня была на джазовом фестивале в Коктебеле, вот, очень знаково, вот, ну, естественно, тема, философская тема, вот, очень близка нам была тема, связана с пасхальной темой, то есть это очень интересно. Друзья, Эдуард Кулиш, очень известный крымский художник, эти люди заставляют наши души трудиться, вам спасибо за это, и арт-территория, худ фонд, все, кто хочет посмотреть на искусство несколько с другой стороны, двери всегда открыты, и познавайте мир искусства, все в ваших руках. Мы продолжаем наш эфир.